Всем привет, меня зовут Макс, и сегодня первый урок по Unity. Ну, как урок. Я бы хотел сейчас ознакомить вас с программой, с игрой, которую я разрабатываю. Я уже добился определенных успехов, и я покажу, что я уже сделал, что еще расскажу, что планирую сделать. Как бы, получается, немного прорекламирую игру, и заодно объясню причину, почему я решил снимать уроки, и что меня к этому побудило. И все в таком духе. Давайте, чтобы отнимать у вас время, я запущу игру, покажу, расскажу. Эта игра, как вы понимаете, survival, потому что сейчас это очень популярный жанр, выживание, все такое прочее. Но она 2D, игра полностью спрайтовая и вырисованная. Сразу скажу, что я ее не рисую сам, я стараюсь по возможности находить все ресурсы в интернете. Значит, игра, вот я сейчас запустил ее на другом компьютере, и вижу, что у меня есть небольшая проблема с параметрами, размерами, вводимые значки текста. Так, вот это главное меню. Игра называется «Проект Зошу» на продевушку, которая выживает в суровом мире действительности. Изначально, когда я задумывал этот проект, как многопользовательскую, чтобы можно было пошпилить в нее не в одиночку, там бродить, что-то крафтить, ну, естественно, мультиплеер, будет сервер, будет, естественно, будет сервер, будет создание полностью, и вот сэндбокс, то есть можно будет свободно, как песочница. Сейчас я бы начал создавать рандомные, то есть вы можете выбирать количество ресурсов, которые появятся в начале игры, если бы вы хотите поиграть в песочницу. Вот, учитывая, что сервер я еще не разработал, то на вот этой сэндбоксе я, собственно говоря, тестирую то, что уже есть. Вот, и, то есть параллельно, я хочу вам рассказать о том, что все, что сейчас реализовано в игре, я сделал сам что-то, где-то посмотрел какой-то урок, посмотрел какую-то подсказку, посмотрел документацию, потому что с Юнити я работаю только полгода, и до этого я никогда не встречался с движками, но такого типа вообще достаточно серьезного, я считаю Юнити, очень серьезная система для разработки игр. Раньше я занимался только созданием абсофта, вот, как вы видите, это моя игра, это персонаж, главный я зовут Зошва, и вот те самые ресурсы, которые мы заняли, они все здесь есть. Это открытый мир, карту можно генерировать практически любого размера, потому что FPS, ну это бандикам сейчас запущен, FPS там падает до 30, бывает, тоже 29, на самом деле, когда я делал, прогонял эту версию, FPS там в районе 80-75 МО, при том, что это как новый блок, и он не очень-то мощный, то есть он рассчитан на то, что у него там какие-то связанные графические программы. Что есть в этой игре? На данный момент реализовано, как вы видели, меню, состояние здоровья, еда, полностью разработан адвентарь, его логика, полностью разработана система крафта, то есть система документации по крафту, то есть, что, ну, чтобы мы, как бы, имели представление о том, что куда в какую ячейку ставить, пока ее нет, вот, но в то же время есть уже полностью готовое к работе вот это вот такая, можно сказать, альфа-версия игры, только что скрафтили топорик, раз, закинем его и ходим дальше, теперь мы можем рубить деревья, убивать деревья и все такое прочее. Суть игры заключается, ну, как вы понимаете, в том, чтобы это, грубо говоря, построить дом. Я сейчас буду потихоньку вам показывать функционал весь, который там есть в игре. И, к сожалению, я еще не реализовал звук, то есть, абсолютно никакого звука в этой версии еще нет, ну, потому что это даже не версия, это просто моя поле для для новых идей, я вот так вот запускаю билд, проверяю работы, какие настройки, которые я задавал, вот, в начале я увидел, что соотношение экрана, пока я еще недостаточно, не добился максимального качества. И, собственно говоря, всему, что я здесь реализовал, я бы хотел поделиться этим с остальными разработчиками. Возможно, они мне что-то посоветуют как-то, какие-то более рациональные, что ли, более рациональные реализации того или иного скрипта, того или иного, той или иной логики. Я буду полностью рассказывать, показывать о том, что есть, полностью логику скриптов, построение инвентаря, как вот это все реализовать, перетаскивание, как реализовать систему крафта, как реализовать игровую, там, общую игровую какую-то физику, как реализовать анимацию вот этого персонажа. Хоть, я повторяю, это все спрайтовое, но анимация, я пользуюсь Unity версией 4.6, я пятую, пока пятую не запускаю, я не люблю работать с бета-версией. И вот, таким образом, игра. Пока выключу. И я полностью расскажу про то, как я сделал анимацию, то есть это будет обзор того, как я делаю игру, и совместно с этим это будут уроки обработка, создание спрайтов, 2D игр из текстур, там будет немного работы фотошопер, создание меню, опять же, игровые объекты, работа с ресурсами, то есть с префабами, удаление, копирование, то есть как ссылки на них, то есть все-все-все-все-все, то что можно из того, что я знаю, из того, что я уже почерпнул, всем этим я поделюсь. Работа со сценами, пишу я на C-Sharp, возможно, какие-то скрипты будут на JavaScript, но пока вот, в месяц я разрабатываю этот проект, и пока вот, есть только скрипты на C-Sharp. Также, еще что бы я хотел такое сказать, что полностью, наверное, всю, как бы полностью, я не буду объяснять там до мелочей, то есть, грубо говоря, когда в dot или not компонент, взять, куда нажать, добавить, эти уроки будут направлены больше на то, чтобы поделиться с такими же программистами, как я, опытом, каким-то может, и самому перенять какой-то опыт у вас, и, возможно, как-то какие-то идеи вы мне подкинете, как можно сделать интересной, или как-то еще разнообразить эту игру. у нее не будет никакой сюжетной линии, это будет просто тупое выживание, но с очень такими интересными элементами, нужно будет постоянно что-то крафтить, постоянно что-то создавать, один элемент будет зависеть друг от друга, вот на данной этапе уже, как вы видите, есть тут много объектов игрового мира, еще пока не реализована стрельба, не реализовано ничего, связанное со строительством там, но уже мы к этому близко, я к этому близко. поэтому, наверное, я буду заканчивать этот урок, следующий урок мы начнем с того, что, а, еще раз забыл сказать, что полностью все объекты карты, полностью все ресурсы, то есть все-все-все элементы карты, они генерируются программно, то есть ничего, вот как вы видите, здесь на экранном поле нет, то есть ничего. внестили